Мир ММЭ знает таджикскую фан-базу, все знают, насколько поддерживают хорошо. По-любому сейчас в комментариях все будут писать, что тебя засудили. Ты сам вот только сюда дал оценку, что все-таки считаешь, да, что ты играл? Травма не такая серьезная, там просто, ну, не ушиб, а, наверное, растянул мышцы. Ты вышел с двумя флагами, флаг России, флаг Таджикистана, вот, при этом все слышали тоже новости о депортации. Про промоушен хардкор я знаю совсем мало, целиком смотрел только два турнира в Казахстане, на которых присутствовал лично. И если вы смотрите мой канал, то знаете, что ММА без приставки поп мне куда ближе. Поэтому, когда в комментах спрашивали, знаю ли я двойного чемпиона хардкора Фазледина Мадрахимова, отвечал честно, что нет. Ну вот, недавно о нем услышал, причем из новостей, которые звучали так. Чемпион лиги хардкор Фазледин Мадрахимов депортирован в Таджикистан из России. Поэтому сильно удивился, когда смотрел его бой вживую, ведь он вышел с двумя флагами, России и Таджикистана. Об этом мы, кстати, с ним успели поговорить в интервью, которое вы сейчас посмотрите. И напоследок стоит отметить, учитывая мое отношение к попу ММА, что бой Фазледина, хоть он его и проиграл, оказался самым ярким и конкурентным на турнире. Такое можно было и на ICA посмотреть. Слушай, бой прям очень крутой получился, на самом деле, украшения турнира. Чего не хватило? Не знаю даже. Я работал, первый раунд у меня все было в порядке. Думаю, я вот сейчас даю ему поработать, чтобы он устал, потом начну уже действовать. Не знаю, что-то пошло не так, видимо. Не работал у меня. Ну, в этот раз просто, наверное, план не сработал, не получилось у меня. У меня не проходили, не смог во время сам переводить, контролировать. Не знаю. Очень много в мире ММА обсуждали гильотину от Дастина Парье, и вот у тебя в бою был похожий треугольник. Ты его пытался закидывать, мне кажется, раз 10 точно. Вот тоже, может быть, сейчас, когда анализировал, уже прошло несколько минут после боя. Почему не получилось закрыть? Потому что я чувствовал, что я хорошо взял, но у него плечи широкие. Там же надо было руку перекинуть, а я никак не мог перекинуть руку. У меня сил не хватило из-за того, что, наверное, я забился, я поторопился вначале. Первый раз, когда взял, я, наверное, много сил потратил для того, чтобы закончить уже бой закончить. Из-за этого, наверное, ноги забились, и мне тяжело было ногу руку перекинуть, чтобы правильно сделать. Я же неправильно взял эту удушку. Надо было доработать, я не смог его просто доделать для этой удушки. А почему не бросал идею с треугольником? Просто, ну, очень много было попыток. Потому что я уже к третьему раунду, в конце третьего раунда понимал, что я сейчас проигрываю бой. Мне надо удосрочить соперника, потому что команда мне дала задачу, чтобы... Надо пробовать удосрочить, потому что иначе по баллам не получится. Я пытался его удосрочить, получилось как получилось. Я надеюсь, что зрелище дал зрителям, потому что там было много локтей в голову ему. Ну, я все, что смог, то и сделал. Не получилось в этот раз, в следующий раз получится, ничего страшного. Я постараюсь не расстроиться. Давай еще пару моментов побоя. Я видел, что твой угол, девушка секундант, она показывала тебе что-то на мобильном телефоне, я такое, честно сказать, впервые видел вообще во время боев, что она показывала? Она мне показывала время, что сколько осталось. Я посмотрел, там было 3,5 минуты где-то, поэтому, типа, не торопясь работать, время у нас еще есть. Ну и раз мы заговорили о секунданте Фазледина, то стоит показать ее в работе. Видео подрезал своего соведущего Артема Резникова. Кстати, если не подписаны на его инстаграм, то обязательно исправляйтесь. Раз, два, нажимай и отпускай. Раз, два, круг! Руки! Последи! Два, два, два! Я отгул! Два, еще! Давай, заживай работы! Давай! Я отгул! Я отгул сюда! Два, три, два, два! Влад, зал, как тебе вообще секундант? Мощный, брат, прям, 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 прям. Самый рабочий секундант, если честно, самый мощный. А ты прям специально такую установку даешь, чтобы показывали с телефона, а не говорили время? Нет, нет, не постоянно, но я всегда во время боя очень внимателен, если мне что-то говорит угол, я постараюсь слушаться. В этот раз я самонадеянничал, когда угол вышел, что-то мне давать мне задачу, я сказал, доверьтесь мне, я сам решу. Просто не расстраивайся. Ну, доверьтесь мне, я сам сделаю все, как надо, потому что после первого раунда я чувствовал, что, да, первый раунд я там, возможно, там пару ударов, возможно, отдал, возможно, нет, не знаю. Но думал, что сейчас, ко второму раунду я начну уже задавать ему темп, и он не выдержит мой темп. Получилось так, что не сработало у меня план. Потому что я когда уже шел на него, задавал темп, он начинал бороться, переходы делать, и я не успевал его поймать в этом. А теперь небольшая, но очень важная пауза. Хочу рассказать вам о нашем телеграм-канале Вестник ММА. Ссылочка на него появится сейчас на экране, также ее можно найти в описании к этому видео. Почему нужно подписаться на Вестник ММА? Каждый день это новости из мира единоборств. Кроме того, инсайды, анонсы крутых поединков, аналитика по турнирам UFC, ACA, Беллатр, Ван, казахстанские промоушены, Найза и Октагон, и много чего другого. Например, розыгрыши акции от наших партнеров. Не побоюсь этого сказать, но Вестник ММА это один из лучших каналов, посвященный боевым единоборствам. Мы проверяем свою информацию, уважаем своих подписчиков и делаем крутой и качественный контент. Продолжаем видео. Мир ММА знает таджикскую фан-базу, все знают, насколько поддерживают хорошо. По-любому сейчас в комментариях все будут писать, что тебя засудили. Ты сам только сюда дал оценку, что все-таки считаешь, что ты играл. Ребята, да, наверное, мою руку не подняли. Я не считаю, что в этот раз меня засудили. Тагир красавчик, Тагир чемпион. Я его поздравляю с этим. Все хорошо, я принимаю это поражение, все в порядке. Идем дальше, будем работать, развиваться. Сначала придем сильнее и покажем другую работу. Тоже, наверное, важный вопрос по поводу того, что ты вышел с двумя флагами. Флаг России, флаг Таджикистана. При этом все слышали тоже новости о депортации. Можешь немножко раскрыть? Я не хочу это вообще обсуждать, но по поводу всего, что меня вскоре. Потому что я пол жизни провел в России. 13 лет я живу в России. Сейчас сознательная жизнь, я вырос в России. Поэтому я считаю, что я и должен поднимать расистский флаг тоже. Потому что мои родители там, мои друзья там, мои близкие. Много людей там. И сейчас скоро я оттуда вернусь. Поэтому я считаю, что я тоже должен поднимать расистский флаг. И понятное дело, что мне очень понятно, что с травмой. Но в любом случае, когда бы хотелось вернуться дальше? Да я думаю, что травма не такая серьезная. Там просто, ну, не ушиб, а, наверное, растянул мышцы. Я до боя, там, помню, как-то, где-то 10 дней до боя, я вывихнул. Когда обокачивался назад, короче, вывихнул ногу. Но я сейчас не оправдываюсь. Это не то, что я там из-за ноги там что-то у меня нет. Даже у меня там через бой, через что я уже дрался на все 100%. Я проигрался в честном бою. Все в порядке. И вернешься примерно? Вернусь. Ну, как вылезу, как залечусь, мне надо будет как минимум сейчас дней 10 или 2 недели отдохнуть. От тренировок отдохнуть, ногу залечить, потом начинать тренировку. Поэтому я всегда стараюсь быть в форме, всегда тренируюсь. И смотреть дальше, когда все восстановлюсь и приду в хорошую форму, и начну драться. Слушай, еще раз повторюсь, что бой украшения турнира. Спасибо. Не знаю, в этот раз я со стороны почему-то не смог анализировать. Не знаю, как я выступил. Не знаю, насколько это было зрелищно, потому что я был зациклен на одном, чтобы удосточить соперника. Не знаю, насколько я зрелищно выступил. Я старался, в стойке тоже поработал, старался дать зрелище зрителям, потому что соперник у меня стоечник. Я даже вначале как-то не переводил, не старался переводить. Работал в стойке, чтобы зрителям тоже было интересно. А потом уже у меня была задача просто выиграть, попробовать удосточить. Поэтому я делал акцент на это. Поэтому я сейчас не могу оценить тот факт, насколько зрелищно я подрался. Но в любом случае на все вовсе, на все в порядке. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, ICA, PFL, OneFightNights, RCC, Niza и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен и много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, на все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok